В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня главный режиссёр и помощник режиссёра фестиваля «Битвы на Божье» Михаил Изиньков и Ольга Грошева. Здравствуйте! Здравствуйте! В этом году фестиваль будет проводиться в 15-й раз. Вот в чём фишка, уникальность этого сегодняшнего фестиваля? Да, на самом деле это уже будет проходить в 15-й раз. И если вспомнить, скажем, историю того, что там было, то можно сказать, что это были как бы вставные концерты, вставные номера. То есть собирали коллективы, в общем-то, самодеятельные, приглашали кого-то, один год кого-то из звёзд, допустим, делали что-то такое. В общем, это был некий такой тематический концерт, по сути дела. Ну, естественно, центром всего этого являлась реконструкция непосредственно, сама реконструкция битвы, где как бы татары-монголы сражались с нашими воинами. Вот. В этом году мы решили поменять этот формат и сделать его в форме театрализованного представления. Опять же, стал вопрос, на чём строить, да, как отойти от тех вот уже как бы привычных, да, той привычной формы. И нас натолкнуло, в общем, на то следующую идею, что у нас же есть, оказывается, былины о наших рязанских, да, богатырях и вообще о наших рязанских великих людях. Эти былины порой уже кто-то забыл, может быть, в школе, я не знаю, их сейчас проходит, их не проходит, но, во всяком случае, мне попалась в руки школьная литература, и там все былины идут. Мы сели со сценаристом, с режиссёрской постановочной группы. Кстати, сценарист, к сожалению, сегодня отсутствует. Это наш замечательный сценарист Татьяна Евгеньевна Каткова. Мы с ней давно в команде работаем. Вот. Я ей показал материал, я говорю, вот давай мы на основе вот этих, значит, былин это всё и сделаем. Потому что есть, оказывается, былины бой Ильи Муромца с Добрынием Никитичем, как они встретились. Хотя нашу богатыря, но они, оказывается, там между собой тоже воевали. Ну, так, дружеские такие были, молодецкие битвы. Про вдотью Рязаночку есть былины, про которую уже стали забывать, кто такая вдотья Рязаночка и чем она вообще прославила нашу Рязань. Есть, скажем, былина о распри наших княжеств, да, ну, понятно, что воевали, междуусобные войны были. Да и, собственно, сама, оказывается, и битва навожит, и тоже, как бы, как и легенда есть. То есть от реконструкции вы отходите, реконструкция будет, но будет ещё театрализованное представление? Да, да, театрализованное представление будет, но реконструкция, это будет, как бы, кульминационным моментом, да, вот этой большой, как бы, театрализации. Вот, поэтому что у нас получается, значит, у нас каждая былина является законченным эпизодом, то есть это, как бы, отдельная история, да, и если, скажем, реконструкция Ворской битвы, вот она была одна, а вокруг неё были песни, концерты, там, мирную жизнь показывали, то здесь у нас реконструкции, мини-реконструкции будут практически в каждом эпизоде. То есть, если брать, скажем, первый эпизод, вот встреча Ильи Муромца с Добрыни Никитичем, да, то есть там будут, как бы, молодецкие забавы, то есть там мы показываем удаль молодецкую, то есть там брёвна, телеги поднимать будут, то есть они соревнуются, кто в силе, в кого, потом они, ну, там, как побылини, повалил один на колено, другого, там ещё, причём всё это сопровождается рассказом сказителей, откуда берутся сказители, я сейчас тоже скажу, ну, чуть позже. То есть, там, в третьем эпизоде у нас, значит, когда между собой наши русские, скажем так, княжества, междоусобные войны ведут, там тоже мини-реконструкция некая своя тоже будет идти, где уже, ну, только где уже брат на брата идёт, где наши, не с монголами, а наши между собой сечи ведут. Какие-то режиссёрские задумки, тайны, что уже будет? Сейчас мы к этому подойдём, я хотел остановиться, значит, на, говорю, сейчас я скажу. Сказители. А, сказители, то есть сюжет, то есть заключается в чём? То есть наш современник, да, вот наш с вами, который выходит вот как бы из зрителя, да, вот он вышел на это, на поле один, совершенно один, и вслух как бы начинает размышлять, а вот как это было, вот интересно, вот столько лет назад, да, вот, как вот, 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 вожжа, вот, небо отражается вожжем, ну, поэтический стих всё идёт. И вот он как бы через какое-то волшебство, ну, через приём тумана какого-то, да, вдруг он попадает в те времена. И вот оттуда появляются сказители, мы, в этот раз с нами работает театр танца «Огни» из Шацка, но это, опять же, они не просто танцы показывают, да, а то есть такие пластические зарисовки, которые как бы нас переводят из эпизода в эпизод, из время во время и так далее, и так далее, и так далее. И вот все комментарии, все рассказы, скажем, ведут эти четыре сказители. Почему четыре? Потому что этот молодой человек, да, который попал в то время, он как бы становится сказителем сам. Вот, и вот все комментарии, значит, идут через вот этих вот четырёх сказителей. То есть у каждого желающего есть... Есть возможность, да, поучаствовать в этом тетрадиционном тесте. Расскажите об этом подробнее, куда нужно обратиться, что нужно сделать. Я просто передаю слово, да, Ольге Николаевне, помощница, она. Министерство культуры и туризма сделало определённый сайт, можно, то есть, вбить в поисковике «Битва на Вожа». Откроется ссылочка прямая, где можно оставить свои контакты, и организаторы им перезвонят и пригласят на встречу. Наверное, вот столько людей задействуете в одной большой репетиции, а потом и в таком тетрализованном действии очень сложно. Вот как вы здесь разруливаете ситуацию? А это вот она расскажет, как это всё делается, это механизм, когда сидишь с миллиметровой бумагой, ну и давай рассказывай, как всё это делается. Когда мы только-только осуществили этот проект, мы сказали сразу, что нам нужна массовка в количестве 300 человек. То есть сразу возникает вопрос, зачем нам столько людей? Поскольку в этом году мы немножко изменили концепцию театрализованного действия, ну то есть вообще, в принципе, в целом, поскольку реконструкция является вставкой в наше действие, мы добавили несколько фишечек, которых ещё, наверное, на «Битве на Вожа» никогда не было. Я думаю, что мы будем... Какие? На моей памяти не было точно. Да, мы будем первооткрывателями. Мы из этих людей, которые являются волонтёрами, которые придут на репетиции, будем выстраивать фигуры. То есть мы используем принцип стадиона. То есть помните, да, как раньше на Олимпиадах выстраивали флаги, да, портреты. То же самое мы будем делать на поле «Вожской битвы». То есть из людей вдруг открытым приёмом на поле появляются купола Успенского собора. То есть для зрителей, конечно, это будет неожиданно, и не всегда люди в таком масштабе, когда участвуют в театрализованном действии в огромном количестве, смотрятся очень мощно. С массовкой работать, конечно, тяжело. Понятное дело, что не все имеют время прийти в однозначный момент на репетицию. Поэтому будем работать частями. Вот, какую-то часть пополам делать, какую-то, конечно, какие-то моменты будут репетироваться непосредственно на поле. Потому что по-другому не получается. Это вот особенности работы на открытой площадке и особенности работы, когда люди абсолютно из разных мест приезжают. Потому что массовка игры задействована и с Рыбновского района, и с Рязанского района, и плюс ещё из города. Ну уж если все карты раскрывать, то дай бог, конечно, чтобы это получилось. Потому что мы с этим проектом бьёмся с февраля месяца, и всегда какие-то находятся препоны. То финансирования нет, то этого нет, то этого нет, то этого нет. То есть в каждом эпизоде мы пытаемся чем-то, допустим, удивить. Вот, например, во втором эпизоде про вдотью Рязаночку, у нас используется колесо-трансформер. То есть оно 3 метра диаметра, громадный просто такой, 70 сантиметров высотой. То есть оно выкатывается, как будто солнце встаёт, то есть как бы закат, восток, мирная жизнь. Вокруг колоссия этого солнца, вдруг эти колоссия раскрываются, появляются лучи солнца. Потом, ну, небольшая такая классическая зарисовка. И вот потом, когда появляется король Бахмед, предваряет его появление как раз вот театр танца «Огни». Да, и когда сам появляется король Бахмед, то вот над ним как раз и летят вот эта вот стая воронья. То есть она, высота, там, по-моему, верёвки 50 метров, да, на которую можно её держать. То есть, ну, там, здесь надо опять смотреть, откуда подует ветер, потому что, да, он может полететь на зрителя. В этом-то и как раз интерес попробовать. То есть, представляете, вы сидите на холме, смотрите, и на вас летит эта вот стая. Она может полететь туда, она может полететь отсюда, она может быть выше, она может быть ниже. То есть это такой материал, с которым можно работать, но он непредсказуем, потому что это природные условия. Ветер, естественно, куда этого змеи подуют, понесут. Вот, то есть это такой будет. Потом это колесо превращается, значит, в место действия этого хана, он на него встаёт, то есть, да, эти полотна, там, меняют свой цвет, то есть там трансформация и полотен ещё идёт. Ну, то есть, помимо вот каких-то, говорю, песен и танцев, мы ещё пытаемся сделать какой-то зрелищный ряд выразительный. У вас целый компонент получается, и зритель задействован, если изменить. Да, в этом году мы даже планируем сделать несколько таких проходок, чего никогда тоже ещё не было, что у нас некоторые персонажи будут появляться из зрительного зала, спускаясь на поле, и также уходить через зрительный зал. Не просто убежали, чтобы их не было видно, а ещё будут за собой шлейф, так же, допустим, об доте Рязаночка, ну, не хочется всё рассказывать. Оставим, да, тайну. Да, хоть что-то мы... Ну, и плюс вот мы как бы в процессе решили уйти от каких-то бытовых моментов, то есть мы не старались строить деревень, там, каких-то мелких деталей, мы решили работать более широко, поскольку площадка большая, и чем больше будут сами какие-то режиссёрские фишки и приёмы, тем они ярче будут смотреться для зрителей. Поэтому у нас всё как бы символично, то есть само солнце выкатывается. Символ, образ. Всё через символы мы хотим зрителям раскрыть, причём символы сами имеют место меняться. То есть сразу сначала зритель это видит в каком-то положительном свете, потом, наверное, он резко становится отрицательным, то есть чтобы была какая-то аллегория. Те же самые чёрные змеи, которых мы видим как змеев, они вдруг уже такой огромной тучей на шестерцом их сил появляются, и уже это приобретает какую-то художественную деятельность. Потому что не раз уже пытались делать, я тоже сколько говорил, вот клубу говорю, ну давайте сделаем, вот есть же по описаниям, да, тучи стрел. Вот сколько тучи в кавышках не запускали, но это жиденькие стрелы, то есть нет такой вот черноты, когда действительно тучи летит. Ну и летит там десяток этих стрел, они такого эффекта не дают. А всё-таки это размах, это, жмей-то он большой, он метр семьдесят, размах крыла умножить на пятьдесят, если его клиным сделать, то это впечатлит, я так думаю. Такая масштабная подготовка, она сколько времени уже занимает? Сколько вы готовите этот праздник? От замысла до воплощения... Седьмой месяц. Вот, наверное, седьмой месяц, а репетиции ещё не было. А осталась одна вторая и одна на вожи, ну, может быть, две. То есть перенести рязанцев и гостей праздника на шесть столетий назад получится, наверное, безусловно. Давайте пригласим на праздник всех. Обязательно. Приходите, конечно, мы будем рады видеть всех. И вообще бы желательно, конечно, чтобы это... Сейчас очень много праздников у нас. Порой не на всех бываешь. Есть и праздники малины, есть и прогулки по облакам. Тоже все... Проект каждый имеет быть, да? Безусловно. Этот интересен, этим там. Там молоко пьют, да? Там коров доят, там грибы собирают. Всё это хорошо. Но это всё наша земля рязанская. И чем у нас вот таких праздников будет больше, тем лучше. И коли мы сейчас говорим о привлечении туристов сюда, то таких праздников надо делать больше, ну, естественно, ярче. Естественно, а это затраты. Вот надо как-то... Да, причём если сами жители города принимают участие в этом, я думаю, что потом у них появится больше желания и азарта участвовать дальше в дальнейших проектах, поскольку их ещё у нас на будущее очень много. И это было бы, конечно, потрясающе здорово, потому что когда в каком-то действии участвует огромное количество человек, это... Даже 300 человек массовки на этом громадном поле, я вас уверяю, это будет смотреться, ну, так это... Жиденько. Но это, можно сказать, только старт. Ну, это только старт, да. Если бы, допустим, массовка была в тысячу человек, тогда это была бы другая история. Если бы репетиции было бы побольше, тоже было бы, да. Спасибо вам за беседу. Я желаю вам удачи, успехов. Время осталось совсем чуть-чуть. Сделайте всё, как вы задумали. Телезрители напомнят, что у нас в гостях сегодня был главный режиссёр и помощник режиссёра фестиваля «Битва на Боже» Михаил Зиньков и Ольга Грошева. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире и на фестивале «Битва на Боже». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова